Приветствую вас! Знаете, Екатерина, вот противоречивость вашего сообщения, вашего текста, текста вашего вопроса достаточно сильно ощущается. Достаточно сильно чувствуется, что у вас очень много противоречий, хотя бы потому, что вы не пишете, что человек ушел за год один раз, но далее по тексту получается, что он уходил не один раз, а три. Вот, это первое. То есть, если мы хотим вам помочь, если вы обратились за помощью к психологу, то очень желательно, чтобы вы разрешили свои противоречия. Которые у вас есть. Чтобы этих противоречий, условно говоря, не было. Потому что сейчас, на данный момент, вам они в большей степени мешают, чем идут на пользу. Вот. Это, пожалуй, первое, что я хотел бы до вас донести. Второй аспект, который мне кажется нужно научить, это отсутствие разграничений между вами и мужчиной. То есть, такое ощущение, что вы не отграничиваете себя от человека. Такое ощущение, что он... Ага. Вот вы говорите, что ушел из-за ссор мужчина, из-за ссор ревности и так далее. Но, простите, в отношениях участвуют два человека. Если у вас возникла такая проблема, то есть, если были ссоры, если была ревность, то кто стал, условно говоря, инициатором, участником данной ситуации. Какой вы, к примеру, внесли вклад в ссоры, в ревность? Именно вы какой вклад внесли? Это очень, на мой взгляд, важный момент. И вот после того, как будет определены границы между вами и вашим молодым человеком, после того, как вы увидите себя отдельно, а его отдельно, после того, как вы разберете для себя данные аспекты, можно будет говорить о том, есть ли у вас шансы вернуть отношения и бороться за них или нет. А самое главное, для чего вам это делать? То есть, нужно ли это делать? Ответы на эти вопросы вы получите только после проработки именно вопроса личных границ ваших. Потому что пока что вы вообще себя не отделяете. Не отделяете, я имею ввиду себя от него. Понимаете? Далее. Вы обращаетесь к психологам. Но психологи не отвечают на вопросы о том, есть ли шанс. То есть, это скорее гадание. Вот. А психологи не гадают. Психологи именно работают с проблемой человека и помогают человеку в этой проблеме разбираться. Вот. Поэтому, по моему мнению, здесь вы свой вопрос ставите не совсем корректно. Вот. С точки зрения, опять же, с точки зрения психологии не совсем корректно ставите вы свой вопрос. То есть, вопрос нужно ставить немножечко по-другому. По какой причине у меня складываются отношения с мужчиной вот так? Например. Почему я позволяю себе терпеть его уходы? По какой причине я позволяю себе это? Ради чего я позволяю себе это? То есть, что мной движет, например. Вот это всё очень важная история, на которую вам следует обратить самое пристальное внимание. Потому что в противном случае эти отношения будут причинять вам негатив. Ну, по сути, они уже причиняют вам достаточно серьезный негатив. Потому что за год у вас было уже ссор, ревность и так далее. Значит, я надеюсь, что то, как я обрисовал текущую ситуацию, то, как я обрисовал картину, поможет вам лучше представлять над чем вам нужно работать. То есть, по поводу чего вам необходимо беседа с психологом, да, консультация и так далее. Именно в этом направлении, понимаете, вам желательно двигаться. А если смысл бороться за отношения, вы решите уже сами в процессе беседы. Я полагаю, что так. Давайте еще раз сейчас прочитаем ваш вопрос, чтобы нам ничего не забыть. Встречались с парнем год, значит, смотрите. А вы встречались год, год это, в общем-то, достаточно, ну, такой, приличный срок, да. Вот. И раз вы встречались с человеком, ну, значит, наверное, между вами было что-то общее, я так полагаю. То есть, именно между вами есть что-то общее, что-то, что-то, что вас объединяет. Значит, обратите внимание на этот аспект. Что объединяет вас с молодым человеком? Что вас общил? Дальше. Он уходил один раз, но потом через три недели вернулся. Ушел из-за скандалов, ссор ревности. Шлих. Потом помирились. Хорошо. Вы помирились. Какие вы выработали решения в процессе примирения? То есть, вот вы и примирились. Хорошо. Но были ли выработаны какие-то решения в процессе примирения? Потому что, если решений выработано не было, то примирение не имеет никакого значения. Проблема не решает нас. Только решения. Решения. Только решения после ссор помогут или могут помочь. Реально не повторить больше, значит, ну, конфликтную ситуацию. Если никаких решений не было, то хочется спросить, а что-то, что тогда из себя представляло примирение? Как вообще вы сами, может быть, понимаете примирение? Что оно для вас, ну, все для вас, собственно, примирение значит, да? Ну, объективно. Ну, вот. Какое вы отдаете значение примирению? Вот. Это все очень важные моменты, на которые нужно ответить, на которые нужно обратить ваше внимание. Вот. Потому что, ну, это достаточно серьезная история, да? Что вы ссоритесь, что у вас ревность, ну, у вас, я имею в виду, в ваших отношениях присутствует. Ревность, непонятно, чья ревность, правда. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Дальше. Так. Почти полгода все хорошо было, чтобы вкладывать в это понятие, да? Чтобы было хорошо. Потом опять повторилось полтора лет, потому что не было выработано никаких решений. То есть, если поведение людей не меняется, то и ситуации повторяются. Только изменением поведения можно добиться того, чтобы ситуации, ну, чтобы какие-то ситуации, да, не повторялись. Вот. Если вы ничего не меняете в своем, ну, в своем поведении, вот, то ничего, собственно, не происходит. То есть, опять же, здесь у вас есть ожидания. То есть, такое впечатление, да, что вы ожидали, что все будет хорошо дальше. Но началось новое ваше ожидание. Что вы хотели, что вы хотели, что для вас было актуально в тот момент, что и по какой, собственно говоря, причине. Это, на мой взгляд, очень важно определить. Для вас же. Понимаете? Дальше. Так. Он опять ушел, все попытки что-то вернуть, не уничтожали этот бег. Зачем вы пытались его вернуть? Спустя полгода он вернулся сам, как вы его приняли. Вы опять примирились? Что произошло в примирении? Прошел ровно месяц, и он начал опять. Я очень люблю этого человека. Что вы вкладываете в слово любовь? Как проявляется, условно говоря, ваша любовь? Я не знаю, как мне быть. Как быть, чтобы что? Если сейчас бороться еще за что-то. Бороться еще за что? Понимаете? Как мне быть, чтобы что бороться еще за что? Что для вас важно? В зависимости от того, что вам важно, можно будет уже исследовать этот момент. Еще раз повторю. Исследовать. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.